Рядом со мной взойдет наша следующая участница, ее зовут Яна, и прямо сейчас, Яна, мы с тобой выберем автомобиль, с которым у тебя будет фотосессия. Ты готова? Конечно. Выбирай, прошу тебя. Так, пускай будет этот. Вот этот. И у нас BMW X6. Я его так не хотела, просто пипец, ну все. Я хотела Жигули. Давай поменяем тогда? Нет, у нас все по-честному не поменяем. BMW X6. Как прошла фотосессия? Все хорошо? Отлично, да. Я придумала все, прорежиссировала, придумала историю. Короче, я заправила масло и бензин в одну дырку, и поэтому она, собственно, не ехала. Главное, накрасила губы. Все правильно. Расскажи про свой образ. Почему ты выбрала именно этот наряд для фотосессии? Наверное, он олицетворяет меня, скорее всего. Такую обезбашенную, странную, может быть, в чем-то неадекватную абсолютно, но при этом яркую. А что олицетворяет неадекватность? Мои действия, наверное. Тот факт, что я пыталась заправить таким небольшим количеством бензина и масла BMW X6, к сожалению. Дизельную? А, дизельную. Как тебе вообще в целом машина? Тебе она понравилась? Да, кстати, потрясающая. То есть вначале ты был настроен скептически, а потом все изменилось? Да, да, я именно ее не хотела. Но в целом она, она как бы в принципе подошла мне, я считаю. Все сошлось. А вообще, если тебе предложили бы вообще любую машину на выбор, что бы ты себе выбрала? Я бы, наверное, выбрала именно сегодня то, чего нет в этом салоне. Например? Я бы выбрала. Я бы выбрала Волгу. Обычную Волгу какого-нибудь, не знаю, бежевого или белого цвета. Примерно эту историю. Скажи, пожалуйста, для тебя вообще важно, сколько стоят вещи? То есть важны ли для тебя бренды, дорогие вещи, одежда? Нет, абсолютно. Я вам сейчас расскажу историю. Вот эта юбка, вот эта юбка, я ее купила в секунде для фотосессии за 160 рублей. В туалете, вот, Форда, я ее обрезала специально, ну, чтобы она в принципе выглядела секси-шпекси. Вот, поэтому для меня вообще не важно. И меня спонсировал сегодня бренд. Это девочка моя подружка, а это бренд Аванта, итальянская одежда. Так что я очень благодарна. Все сочеталось. Сколько должен зарабатывать твой мужчина, чтобы тебе было максимально комфортно? Давай, как замужняя женщина ответила. Блин, как сложно. На данный момент мне бы хватило, пускай, 150 тысяч рублей. Хорошо. В целом. И несколько вопросов на эрудицию. Я думаю, ты справишься с легкостью, как в прошлый раз. Как вы считали иронию, да? Как в простонародье называют рулевое колесо автомобиля? Бублик, баранка или обод? Мне кажется, баранка. Или бублик. Выбирай что-то одно. Баранка. Хорошо. Чего не найти в легковом автомобиле? Порогов, стен или крыши? Стен. Ну ладно. Порогов, стен. Боже, я чувствую все. До свидания. Какая категория водительского удостоверения дает право работать водителем автобуса? Категория С, категория Б или категория Д? Пускай будет С. Хорошо. Что украшает капот автомобиля Rolls-Royce? Четыре кольца, трезубец или летящая леди? Летящая леди. Ага. С какой стороны стоит обгонять автомобиль на дороге? Обгонять? Ну, можно с обеих сторон. И последний вопрос. Скажи, пожалуйста, что это за знак? Блин, я не знаю. Может, просто предположить? Давай. Ну, какой-то стоп. Какой-то стоп. Желтый, желтый. Что-то запрещает, но типа не навсегда. Хорошо, спасибо большое.